Поздравить офицерский состав, преподавателей, курсантов и выпускников в день основания училища прибыли представители Министерства обороны Российской Федерации, Департамента межрегионального сотрудничества Москвы, отряда специального назначения «Беркут», «Духовенство». Поздравляю всех с 77-й годовщиной со дня образования училища. Сложные, серьёзные задачи, но они нам по плечу. Успеха и удачи! Перевёрнута ещё одна страница в истории возглавленного высшего военно-учебного заведения. Академия военно-морских сил Украины перешла под юрисдикцию Российской Федерации и решением президента России воссоздана Черноморская высшая военно-морская ордена Красной Звезды училища имени Накимова. В этот праздничный день от имени моряков-черноморцев и ветеранов флота поздравляю всех с возрождением училища в Севастополе. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, мира и благополучия, успехов в ратных делах на благо нашей любимой Родины, Российской Федерации и её военно-морского флота. С напутственным словом к курсантам военно-морского училища обратился и его начальник, контр-адмирал Игорь Смоляк. Возрождение училища, которое носит имя адмирала Рахимова, является одной из приоритетных задач военно-политического руководства страны. Не сомневаюсь, что из стен вы выйдете офицерами, которые сделают часть военно-морского флота России. Желаю всем, всем футов под Киевом. Данное учебное заведение в годы СССР считалось элитным. После распада Союза его дважды переименовывали. Сделали сначала институтом, а после академией. Но при этом оно утратило былый статус и славу. Все отсчитывают от 1991 года, что совершенно неверно. Надо отсчитывать с января 1993 года, когда училище было исключено из списков воинских частей Российской Федерации. И вот мы по новой возрождаемся. Рождаемся. Мы просто рождаемся. Очень много за эти годы было утрачено. Сейчас мы надеемся на то, что мы примем такой же приличный вид, который мы имели в конце 80-х, в самом начале 90-х годов. Какая-то база у нас есть. А главное, есть те педагоги, которые способны подготовить новое поколение офицеров для российского флота. Возродить училище раз в том виде, в котором оно было. Поддерживать те традиции, чтобы в нас было, так же и с наших выпускников были лучшие командиры кораблей, лучшие командиры частей, лучшие командиры соединений. Нынешних курсантов переполняют эмоции. Ведь теперь ясно, впереди большие перспективы как у самого заведения, так и у его воспитанников. В первую очередь, чувство гордости, потому что всё-таки это легендарное училище, которое выпускало уже много достойных офицеров. И, в принципе, с одной стороны, у нас будет больше возможностей послужить на кораблях и добиться большего здесь. 77 лет. От рождения до возрождения. Этот непростой путь с достоинством прошло Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училища имени Павла Степановича Нахимова. Наталья Данилова, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.